Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Чистый город, забота каждого жителя. В Сочи прошел общегородской субботник. В порядок приведены 144 улицы, собрано 67 тонн мусора. В армию шагом марш. 70 сочинцев сегодня отправились служить отечеству. Большинство юношей попадут в учебные части Волгограда и Владикавказа. В Сочи раздались татуэтки и риды. На курорте завершилась работа международного кинофестиваля. Лауреатом стал фильм «Горизонт» грузинского режиссера. Сочи снова подтвердил звание лидеров Тхэквандо в регионе. Сборная курорта заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Краснодарского края. В Сочи назначили нового вице-мэра. Заместителем главы Сочи стал Анатолий Луцик. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта. Планируется, что нового заместителя Анатолия Пахомова представят на еженедельном планерном совещании завтра, 18 декабря. Отмечу ранее, Луцик занимал должность председателя городского собрания Сочи. До сегодняшнего дня являлся генеральным директором Ассоциации курортных и туристических городов. Теперь Анатолий Луцик будет курировать вопросы кадровой политики в администрации Сочи. А на Кубани работают 5000 социально ориентированных некоммерческих организаций. Их деятельность сегодня обсудили на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Южном федеральном округе. Участие в совещании принял губернатор Краснодарского края. Как отметил Вениамин Кондразий, в текущем году на финансирование социально ориентированных НКО в регионе предусмотрено 369 миллионов рублей. Деятельность этих организаций направлена на социальную поддержку и защиту граждан, работу с детьми и инвалидами. Также выделяются гранты. В нынешнем году 20 социально ориентированных некоммерческих организаций получили больше 16,5 миллионов рублей. В 2019 году эта сумма увеличится до 30 миллионов. Макароны по итальянскому рецепту, кексы и бараночные изделия исключительно из кубанской пшеницы. В Краснодаре открылся крупнейший в России комбинат хлебопродуктов. Предприятие стало первым резидентом в промышленном парке столицы края. В церемонии запуска принял участие губернатор Вениамин Кондратьев и генеральный директор розничной сети «Магнит» Ольга Наумова. Глава региона отметил, что кубанская продукция, которая выпускается на комбинате, будет поставляться на полке магазинов 65 регионов страны. Мы открываем один из крупнейших в России, Краснодарский комбинат хлебопродуктов, который лежит в компании «Магнит». И одновременно даем старт работе промышленному кластеру, промышленной зоне, которая здесь и располагается. Очень важно, что комбинат будет производить изделия из муки именно кубанской, из кубанского зерна. Это принципиально важно. Это значит, что не только жители нашего края, но и жители определенной части страны, около 65 регионов, у них будет возможность на столе иметь именно по-настоящему кубанский хлеб. Я хочу благодарить компанию «Магнит» за то, что в столь кратчайшие сроки настоящий комплекс был построен. Коллеги, это 400 рабочих мест, а при полной комплектации 500 – это только комбинат хлебопродуктов. И хочу заверить, что мы готовы вас всячески поддерживать при дальнейшем вашем развитии. Потому что, естественно, это не только развитие компании, это развитие всего нашего региона. После официальной церемонии открытия для главы региона провели экскурсию по хлебокомбинату. Губернатору показали готовую продукцию и даже предложили попробовать на вкус. Три месяца испытаний, 100 финалистов и 25 победителей. Сегодня в Краснодаре подвели итоги конкурса «Лидеры Кубани. Движение вверх». Те, кто прошли все испытания, войдут в резерв управленческих кадров региона. С победителями лично встретился губернатор Вениамин Кондратьев. О чем говорили и как настроены лидеры Кубани, знают наши краснодарские коллеги. Если можно было бы представить, как выглядит социальный лифт, то хотелось бы, чтобы он был таким же комфортным, быстрым и поднимал без остановок прямо наверх. Шанс подняться на вершину по карьерной лестнице получили финалисты конкурса «Лидеры Кубани». Подобный проект впервые проходил в Краснодарском крае. Это реальная возможность с талантливым управленцем, бизнесменом, да и просто профессионалом своего дела попасть в государственные структуры, чтобы сделать жизнь вокруг себя лучше. Сегодня стали известны имена победителей. 25 человек. Всех их лично поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Но праздновать лидерам Кубани долго не пришлось. Практически сразу началось пленарное заседание с главой края, экспертами и наставниками конкурса. Собрались не только победители, а все финалисты. Это 100 человек, которые теперь войдут в резерв управленческих кадров региона. Кроме запланированных выступлений, Вениамин Кондратьев предложил перейти к формату свободного микрофона. И первый же вопрос из зала. Каким глава Кубани видит настоящего лидера? Лидер – это совокупность многих характеристик и качеств. Еще раз подчеркну, выиграть конкурс – это еще не значит стать лидером. А самое главное – это умение брать на себя ответственность. Ответственность – это самое главное качество лидера. Потому что живет человек до назначения и после назначения на любую должность. Лидер обязан тут же трансформироваться, как только он занимает опленную социальную площадку, где от него начинают уже зависеть другие процессы. Обязан трансформироваться в силу того, что ответственность он на себя принял. Испытания длились три месяца. Участие в конкурсе приняли около 4 тысяч человек. И не только из Краснодарского края, а еще из Москвы, Волгограда и Томска. Всем пришлось пройти через заочное тестирование несколько зональных этапов, где проверяли как лидерские навыки, так и способность работать в команде. За теми, кто вышел в финал, уже выстраивается очередь из потенциальных работодателей. Особенно много предложений от муниципальных администраций. Мы небольшой сельскохозяйственный район, но в управленцах испытываем определенный кадровый голод. И, конечно же, те молодые люди сегодня с современными подходами, безусловно, уверен, что эти люди будут очень востребованы. Мы надеемся на то, что обратят внимание на самом деле сегодняшние победители, приедут к нам, а мы их обязательно пригласим. У нас постоянно есть вакансии, это различные направления. Это и сфера жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, реальные секторы экономики. В списках победителей специалисты абсолютно из разных сфер. От преподавателя по технике речи до мэра Кореновска. В неформальной атмосфере после пленарного заседания со всеми встретился губернатор региона. Но даже обстановка за чашкой чая не сбила деловой тон разговора. Новые лидеры Кубани предлагали проекты, озвучивали проблемы и пути их решения. Проектное управление, это ведь действительно очень эффективно. И муниципалитеты платят огромные деньги спикерам, которые приезжают к ним и внедряют это проектное управление. Финал показал нам, что мы все здесь собравшиеся, можем быть такими командами. Я увидела здесь столько людей, которые могут решать не только маленькие дела, но и очень большие. Решать и решить... Согласна. Это абсолютно разные подходы. Одни нацелены на результат, а другие нацелены на демонстрацию какой-то деятельности. Вот я готов здесь в порядке эксперимента создать свою проектную команду. А у нас достаточно районов, где есть локальные проблемы и не очень. Ну, вызвайте эту команду и пусть покажут на деле. Алексей Сергеевич, не потеряйте тогда контакт, дайте возможность. Я хочу увидеть, что это может быть. Все победители достойны получить должности в государственных структурах, отметил Вениамин Кондратьев. Подобные конкурсы, как лидеры Кубани, могут стать серьезным кадровым ресурсом для многих министерств и департаментов. У меня, я считаю, что большой опыт работы с персоналом. То есть молодежь, ее компетенция, обучение, работа, работа с людьми с инвалидностью. И эти все компетенции я готова реализовывать и в государственной политике, и в бизнесе. Одно из главных условий конкурса – обратная связь наставников с победителями не должна обрываться после окончания испытаний. Они должны быть интегрированы, в том числе и в рамках социального лифта. Как минимум уже на новый этаж, который будет повыше прежнего этажа. Однозначно. Иначе, говорю, не надо заниматься модным сегодня конкурсом, если бы на самом деле им награда будет виртуальной, а награда должна быть реальной. И тогда количество участников конкурса будет множество, поверьте. Вот единственное требование свои сказал, в том числе и к организаторам – информационная доступность. Вот все должны знать, что этот конкурс проходит. Чтобы везде, не только среди чиновников, я это заметил, что очень много наших коллег приняли участие в этом конкурсе. Но карьерный лифт – это полдела. Главное – доказать, что ты действительно достоин занимать новое место. А проигрывать, как признаются лидеры Кубани, они не привыкли. А теперь городским новостям. В минувшие выходные в Сочи прошел общегородской субботник. Сочинцы вышли в свои дворы, чтобы навести порядок к Новому году. Жители Мацесты, убравшись в своих дворах, массово пришли в только что обустроенный сквер. Он был открыт ко дню города и требует заботливого ухода. Теперь это новое место для прогулок местных жителей. Все они хотят, чтобы здесь было комфортно и уютно. Сотни человек вышло у нас. Одиннадцатая школа, ТОС Мацеста, Хостинская администрация вся. Благодаря всем нам мы хотим, чтобы наш сквер Мацеста процветал. В центральном районе Сочи сами жители отметили, конечно, людей на субботник должно выходить больше, но и эти малые дела делают дворы ухоженнее. По зову сердца для себя же делаем. Я с удовольствием. И дети выходят. В целом только в центральном районе в порядок приведены 144 улицы и дороги. Ликвидировано 4 стихийных свалки. Очищено 69 контейнерных площадок. Собрано свыше 67 тонн мусора. Транспорт для его вывоза предоставили власти города. К новостям вернемся. После прогноза погоды и короткой рекламы не переключайтесь. Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 12-14 градусов выше нуля. Салон-магазин Куранты объявляет о новогодних скидках на брендовые часы из Швейцарии, Японии и России. Спешите за подарками. Изящные женские часы, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань-Рождественский базар». Продукты и деликатесы для праздничного стола. Подарки к Новому году и Рождеству. Авторские изделия, аксессуары. С 20 по 23 декабря «Жемчужина». Вход свободный. Обновите гардероб к новогодним праздникам. В магазине «Дамский каприз» новая коллекция французской фирмы «Эвелин Болеро». В торговом центре Сан-Сити уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к Новому году вместе с Сан-Сити. Северная, 6. Часовой салон-магазин «Куранты». Штрих вашего стиля. Широкий выбор. Доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53. ЦУМ. Второй этаж. 8-918-3243. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив Агропрома. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр «Сан-Сити». Все подарки здесь. Информация о работе транспорта общего пользования в новогодние праздники. Итак, с 29 декабря по 8 января жителям и гостям города Сочи рекомендовано воздержаться от пользования личным транспортом для поездок в направлении Краснополянского поселкового округа выборов приоритетным общественный автомобильный и железнодорожный транспорт. Цель – снизить нагрузку на уличную дорожную сеть горного кластера. Там планируется увеличение подвижного состава на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения. Интервал движения транспорта общего пользования в Красной Поляне составит от 5 до 15 минут. Для удобства жителей и гостей курорта работает мобильное приложение «Сочи Транспорт», в котором доступны следующие возможности. Отображение времени прибытия транспорта на остановку, поиск маршрута по номеру или наименованию, поиск проезда между точками на карте, отображение расписания для остановок, информация об объектах инфраструктуры, достопримечательностях. Приложение позволяет отследить все автобусы на линии и дает полную информацию о компании-перевозчике и обслуживаемых маршрутах. В режиме реального времени можно посмотреть, где находятся автобусы и когда подъедет к остановке. Кроме того, в направлении Красной Поляны будут курсировать 8 пар электропоезда «Ласточка». В целом же на горнолыжных курортах 4527 парковочных мест. В случае их заполнения на территории горного кластера расположены альтернативные парковки, в том числе парковка в районе ЖД-станции «Эмеритинский курорт» в Олимпийском парке. И еще въезд на территорию горного кластера без зимней резины запрещен. Полицейские провели для школьников урок правовой грамотности. Вместе с правоохранителями в роли лектора выступили и члены общественного совета при УВД курорта. Полицейские рассказали старшеклассникам об их правах и обязанностях, об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений. Напомнили несовершеннолетним и о требованиях детского закона, действующего в Краснодарском крае, о мерах личной безопасности и правилах сохранности имущества. Привели статистику аварийности и рассказали о причинах, которые привели к ДТП. Школьники активно участвовали в дискуссии, задавали вопросы, рассказывали конкретные ситуации, произошедшие с ними на дороге. Подобные профилактические мероприятия регулярно проводятся во всех учебных заведениях Сочи. Завершается осенний призыв. Сегодня в Сочинском военкомате состоялась очередная отправка призывников. По традиции в армию призывников отправляют в торжественной обстановке. Непутственные слова от сотрудников военкомата и военнослужащих. Все понимают, армия для молодого человека – это важный этап взросления. Сынулю отправляем, будем тосковать очень по нему, уже скучаем, но надо. Мужчина должен служить. План по призыву подписывает президент России. И региональные комиссариаты руководствуются этими цифрами, формируя свои списки. В Сочинском учете стоят 6976 человек. В осенний призыв на службу в армию отправлено 485 срочников. Сегодня провожали очередную партию – 70 юношей. Уже известно, где они будут служить. 15 ребят, хорошо разбирающиеся в компьютерном деле, попали в военно-космические войска. Четыре призывника будут служить водителями. Они прошли специальную подготовку в Лазаревской автошколе и получили права категории «Б» и «Ц». Остальных отправили в учебные части в Волгоград и Владикавказ. Главную награду кинофестиваля «Сифа» получил фильм «Горизонт» грузинского режиссера. Международный кинофестиваль завершил свою работу в Сочи. Накануне были объявлены фильмы-победители. Всего жюри просмотрело 32 картины из разных стран. Подробности у Татьяны Говорковой. Церемония закрытия кинофестиваля стартовала ставшим уже традиционным проходом участников по красной дорожке и выступлением струнного лондонского кондур-квартета. Незаменимы и ведущие Максим Колосов и британская актриса Виктория Джорджвиль, которая продемонстрировала в музыкальном блоке свои замечательные вокальные данные. Вообще музыки на церемонии было много, поскольку и в фильмах она играет значимую роль. Ей и номинация отдельная посвящена. Обладателем диплома «Сифа» в этом году стал фильм Александра Баршака «Пилигрим». Он был снят в Сочи. Члены жюри отметили в нем и операторскую работу. Русская кинопрограмма, составляющая, в полной метре, где я в жюри была, она такая сильная. Русские кинографисты утерли всем нос. Я этого не говорила, но вы меня услышали. Я счастлива, я увидела многих артистов в другом аспекте, даже режиссеры. Некоторые режиссеры, документалисты перешли в игровое кино. И вот этот симбиоз фантастический произошел. Я за них очень рада, потому что я их не узнаю, когда смотрю их работы. На фестивале свои работы представили киноматографисты из 19 стран, включая Россию. Из более 800 заявок были отобраны 14 полнометражных, 10 короткометражных и 8 документальных кинолент. В этом году кинофестиваль прошел под эгидой мирового женского движения, поскольку большинство членов жюри и режиссеры третий конкурсных фильмов – женщины. И результатов кинофестиваля все они остались довольны. Программа у нас в этом году была сильнее. Мне показалось, что команда работала сплоченнее и организованнее. Мы уже более профессионально делаем наш кинофестиваль. И мне показалось, что город нам поверил, потому что в этом году рекламу они дали очень большую. Сифа появился исключительно благодаря Сочи и стал одним из значимых культурных событий. Кинофестиваль проходит на курорте уже третий год. Россия всегда задавала о том мировой своей литературе, своим искусством, сценическим искусством. И вот, мне кажется, этот кинофестиваль, он тоже внесет свою лепту довольно значимую в развитие не только российско-британских отношений, как говорят организаторы фестиваля, они очень этим гордятся. Мы можем показать наш замечательный город всем гостям, в том числе и гостям из-за рубежа, продемонстрировать свое гостеприимство, рассказать, какие мы необыкновенные, какие условия может предложить город Сочи. То есть это в какой-то степени можно рассматривать и какую-то заявку на будущее. Раздавая награды лучшим художникам-постановщикам, режиссерам, сценаристам, операторам и актерам кинолент, члены жюри отметили, что Сифа может в скором будущем подняться до уровня Каннского фестиваля. А пока же он дает возможность выйти в свет начинающим мастерам. Лучшим документальным фильмом, по мнению жюри, стала картина режиссера Сары Мани из Афганистана «Одна из тысячи», а лучший короткий метр «Черная мамба» режиссера из Туниса. Учредители и президент кинофестиваля по традиции вручила от себя три диплома и главный приз. Его получил фильм грузинского режиссера «Горизонт». Награду в виде позолочной статуэтки богини Радуги и Риды в этом году разделили и актрисы, представившие картины Верка Фуэте и не чужие Веры Глаголевой и Натальи Ивановой. Этот же фильм получил специальный приз жюри. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания «ФКТ». Сборная Сочи заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Краснодарского края под Хэквонду ИТФ. А в первенстве региона нашей команде удалось подняться на вторую строчку. В Сочи завершились краевые соревнования. Расскажет Ольга Десятого. На чемпионаты первенства Краснодарского края под Хэквонду ИТФ, которые в эти выходные проходили в Сочи, приехали лучшие спортсмены из Краснодара, Новороссийска, Темрюка, Геленджика, Курганинска, Туапсе, Староминского и Абширонского районов Кубани. В центре единоборств «Югспорта» собралось 250 спортсменов. Сочи выставил на турнир серьезный состав. Это и победители краевых соревнований, и призеры всероссийских, и участники чемпионата страны и Европы. Есть много хороших ребят, которые призеры России, призеры Европы приезжают, спаррингуются, как бы техники можно набраться, опыт тоже очень хороший получается. Я являюсь чемпионкой края, чемпионкой города Сочи. Также я являюсь чемпионкой Южно-федерального округа. Я довольно часто выступаю за свой город в разных соревнованиях. Я стремлюсь к черному поясу, потому что мне очень сильно хочется быть похожим на своего тренера, и в будущем так же выступать за Россию уже. Турнир проходил в личном и командном зачете. Главная цель не только соревновательный опыт и повышение спортивного мастерства. На Даянге тхэквондисты боролись за право попасть в сборную команду Краснодарского края для участия в чемпионате и первенстве России. Главный старт страны запланирован на март. Турнир пройдет в Улан-Удэ. Честно говоря, до призерства и до чемпионства еще не добирался. Пока только удавалось выигрывать чемпионат России в командном зачете по спаррингам. В 2018 году в Сочи проходил чемпионат России, и мы с командой Краснодарского края взяли первое место в командном спарринге. Последние годы у нас очень неплохо стали спортсмены выступать на соревнованиях российского и даже международного уровня. Поэтому, естественно, это, конечно, в основном это вид спарринг, поединок, массоги по-корейски. В принципе, скажу вам, что мы сегодня, на сегодняшний день, конкурентоспособны. Что касается итогов прошедшего турнира, Сочи снова подтвердил звание лидера в тхэквондо в регионе. Сборная курорта заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Кубани, а в первенстве края нашей команде удалось подняться на высокую вторую строчку. Сочинские яхтсмены подводят итоги сезона. В акватории Югспорта проходит четвертый этап открытых городских соревнований «Олимпийские надежды». В этом турнире участвуют и спортсмены из других городов России. Для них эта возможность подготовиться к стартам следующего сезона. Сочи – единственный город в России, где зимой могут выйти на воду яхтсмены. Тем не менее, некоторые нюансы все-таки есть. Этот оранжево-белый флажок спортсмены называют «морковка». Он означает, что выход на воду откладывается, нет ветра. В его ожидании спортсмены готовят свои яхты и получают новые знания на мастер-классах. На этот раз яхтсмены узнали, как правильно подавать протест. А это петиция на три листа, где нужно не только описать, но и нарисовать свое несогласие, если во время соревнований произошло какое-то нарушение. Протест. Сразу Петя, Вася, четверка, тройка. В стартах «Олимпийских надежд» участвуют воспитанники детско-юношеской спортшколы в возрасте от 9 до 18 лет. Они гоняются на соответствующих яхтах «Оптимист», «Кадет», «Сум», «Лазер-4,7» и «4,20». Это показатель нашей работы, работы наших спортсменов, подведения итогов, не только, конечно, городских, но и вообще всех итогов за целый год участия наших спортсменов различного уровня соревнований. Соревнования мы проводим по воскресеньям, со второго и будем заканчивать 23-го, то есть, по сути, следующее воскресенье, это последнее итоговое будет награждение участников и вручение, так самое приятное, грамоты, медали, поздравнили уже с Новым годом. Помимо городских соревнований, со 2 по 9 декабря в акватории Югспорта прошли тренировочные сборы яхтсменов из Тольятти и Санкт-Петербурга в классах «Оптимист» и «Зум». Они также приняли участие в трех гонках «Олимпийских надежд». Питерская команда представляет довольно-таки новый флот олимпийских яхт «Фотинайнер». Это лодка с маленьким корпусом, большой площадью парусов и специальными крыльями для перемещения спортсмена при крене в процессе гонки. При хорошем ветре «Фотинайнер» может достигать больше 15 узлов. Лодка в принципе новая по сравнению с другими, только на прошлой Олимпиаде она была представлена. Суть в том, что это чисто женская лодка. Две трапеции, скоростная. Подготовку проходят и спортсмены сборной России по парусному спорту. Они готовятся к выездным международным турнирам, чемпионату и первенству Европы, мира, Кубкам Европы, а также к получению лицензии на Олимпийские игры. Да и в Сочи в следующем году пройдет 11 мероприятий всероссийского уровня. А в минувшее воскресенье выйти на воду яхтсменам так и не удалось. Поэтому ждать подходящего ветра участники Олимпийских надежд будут 23 декабря. В эти же дни в Сочи почтили память героя России Евгения Эпова. Молодой боец спецназа погиб в ходе спецоперации, но спас жизни своих товарищей ценой собственной. Памяти Эпова посвятили традиционный турнир по армейскому рукопашному бою. Цель турнира – познакомить ребят с биографией героев, воспитать чувство гордости за свою страну. Организовали соревнования военно-спортивные клубы «Ястреб», «Десантник», а также городской департамент физкультуры и спорта и «Досааф». На ковер вышли более 200 атлетов в различных весовых и возрастных категориях. Они представляли военно-патриотические клубы из Сочи, Красноармейского района края Геленджика, Усть-Лабинска, Краснодара и Республики Абхазия. Спортсмены доказывали свое мастерство в зрелищных и честных поединках. В медальном зачете сборная Сочи завоевала первое место, второе у команды Краснодара, третье у Геленджика. До встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok